Считаю, что все было в наших руках. Соперник был нам по зубам. Не повезло нам явно в завершающей стадии сегодня в атаках. Не было прям такой... Не знаю, не могу сказать, что кто-то недорабатывал. Вижу, что ребята все устали. В первую очередь эмоционально и физически, конечно же. Все сейчас просто очень-очень сильно утомлены, поэтому... Эван сегодня впервые играл на фланге в защите. Да, я думаю, что я комфортен. Я думаю... Да, для меня эта позиция была комфортной. Единственное, что мы недостаточно много сохраняли мяч. И если бы нам давалось его больше сохранять, то мне было бы еще комфортнее потом переходить в атаку. Да, не повезло. Впереди, так же, как и в этом моменте с пропущенным голом, немножко потеряли позицию защитники. Я тоже остался в полупозиции, не успел. Так что... Тяжело играть против команд, которые целиком играют от обороны, и почти все футболисты за линией мяча? Да, конечно, это тяжело, особенно если не сохранять мяч, потому что каждый раз, когда атакуешь и потом теряешь мяч, они сразу начинают контратаку. Что сказать? Ну, где-то везет, где-то не везет. Это футбол в первую очередь. К этому мы должны быть готовы, что не только будут победы. Просто главное, в первую очередь, отталкиваться сейчас от себя, от своих сил, не унывать, настраиваться на дальнейшие игры, тренироваться нам в полную мощь, не жалеть себя ни в коем случае ни на тренировках, ни на поле, а каждый день вставать с утра и доказывать себе, что мы еще вернемся и поборемся в каждой игре дальше. Наверное, мы сегодня недостаточно много сохраняли мяч и не создавали какие-то моменты, поэтому это помешало нам победить. Да не могу сказать, что у них вообще были удары по воротам, но такое бывает тоже. Для меня это одни из самых сложных матчей, когда стоишь без дела, ничего не делаешь. Просто когда больше в игре находишься, больше трогаешь мяч, больше ударов по воротам, конечно, легче, легче все это. Следующий матч со «Спартаком» должен быть команда, которая сейчас на ходу, и это тоже будет сложная игра. Но every game is different. Все игры абсолютно разные. Это зависит, в первую очередь, от ментальности, от того, как ты морально подходишь к матчу, и посмотрим. Конечно, хочется сказать спасибо всем нашим болельщикам. Чувствовала их поддержка на протяжении всей игры. Я знаю все наши ребята и девчонки, кто приходит на стадион, они верят в нас всегда до последнего. И в любое время, и в хорошее, и в плохое время всегда с нами. За это им отдельное спасибо. Ребята, у нас все впереди. Будь в курсе самых интересных событий оружейников. Подпишись на Arsenal TV. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!